друзья мои мы всех приветствуем это набило как всегда в этот час и начинаем мы с нетрадиционно мы сегодня поздравляем вас с рождеством стас два слова нашим зрителям ну я считаю что это вполне как традиционно поздравить сегодня наши зрители и слушатели с рождеством и мы должны помнить что главный наша надежда и опора в жизни это господь иисус христос а наши главные ценности это вера надежды и любовь которые из них больше это любовь победит войну ненависть и всего что с ними связано ну вот начнем с того что россия попросила не попросила предложила перемирия во время рождества но стреляли все равно обстреливали донбасс обстреливали юг и на меня большое впечатление произвел произвел вчерашнее посещение путиным храмом где он был как всегда один как раз в рамках твоей теории о том что о его одиночестве о том что он ищет смерть и ну в общем то он был похож человека который уже давно не здесь честно говоря ну собственно и не перемирие в термин более уместен и корректе на прекращение огня путин конечно не владимир путин а реджептейп эрдоган это результат их телефонного разговора накануне когда эрдоган вообще признал призвал путина к одностороннему прекращению огня и пусть он должен был показать своему турецкому партнеру от которого он сейчас значительной степени зависим поскольку эрдоган остается для него важнейшим окном в мир что он в принципе готов это обсуждать и договороспособен это был чисто символический жест но оформлен через предоставить рпцмп кирилла гундеева который ясно не сделал бы ничего так а не сказал бы ничего такого не сделала ничего такого не просто без крымлёвского согласия без прим о г углубского указания потому что комментировать важные события beep спецоперации zip кремлёвским чиновникам без высочайшего дозволения не разрешено они гундеева никто иной как моющий чиновник не больше и не меньше того вот этому как и по не следовало ждать самого начала прекращение огня казалось фейковым потому что решение которое принимается на фронт Так они не согласуются с Кремлем в режиме онлайн. Путинское заявление осталось чисто в пиар-плоскости. Ну и плюс, естественно, поскольку Путин прекрасно понимал, что Украина не примет прекращение огня, то это было еще раз использовано для балла стандартных заявлений о том, что в Украине правят нацисты, сатанисты и блесисты, которым на все наплевать. И даже Рождество для них не повод. А посещение Благовещенского собора Кремля Владимиром Путиным, тут надо отметить, что нечто подобное было и в прошлый раз, но он посещал домовый храм у себя в резиденции в Новоагареве, там был один. И это еще как-то можно было объяснить, что, если в Новоагареве больше никто не живет, больше в деревне никто не живет, хотя вообще в Новоагареве работает много людей, даже чтобы Путина нет совсем семьи, и он полностью одинок, то, во всяком случае, он мог взять своих работников, которых там сотни на это богослужение. Он этого не сделал. Но уж проводить богослужение в Кремле для одного человека, это абсолютный абсурд и нонсенс, противоречивший самой философии и этике христианства. Насколько, конечно, молитва дело индивидуальное, и ты молишься по многу раз в день, находясь в прямом и непосредственном контакте с Господом Богом. Но если ты приходишь в храм, то молитва, безусловно, дело коллективное, соборное. И закрывать храм для одного клиента, по незабвенному высказыванию Виктора Пелевина, солидный Господь для солидных господ, это, так сказать, ни в какие ворота не лезет, не говоря уже о том, даже в кремлевские, не говоря уже о том, что с каким выражением лица Виктория Путин присутствовал на рождественской службе, ведь Рождество это светлый праздник, веселый, когда мы приветствуем рождение спасителя, но не это было написано на лице российского президента, а близость тяжелого и катастрофического поражения, которое им уже осознается. Ну а то, что для Путина одиночество есть и путь спасения, поскольку одиночество равнозначно тотальной безопасности, к которой он стремится, это, в общем-то, максимальная форма проявления безопасности, это смерть. Правильно? Если ты умер, тебе уже ничто не угрожает в этом мире. И тот, безусловно, это еще раз подтвердило свое время этого вполне объяснимого, впрочем, и от того еще более абсурдного выхода Владимира Путина в рождественский свет. На меня также впечатление произвел пост Дмитрия Медведева по поводу прекращения огня, как совершенно правильно ты меня поправил. Украинцам протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Люди, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко, ну и так далее. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву, ну и так далее. Дальше про малограмотную германскую бабку Вербок, ну и многое другое. Ну, честно говоря, вот этот вот стиль, мне кажется, что уже скоро этот сам Соловьев начнет завидовать. Он же тоже выступает где-то в этом же, так сказать, формате. Они все выступают в этом стиле, потому что нравится Путину. А как мы с тобой неоднократно говорили, главная, единственная часть путинского чиновника, любого элемента путинской бюрократической вертикали, это нравится боссу. Так что босс был доволен. Как и каким ты выглядишь для других людей, цивилизаций, стран и народов, не имеет для этих людей ни малейшего значения. Если Путин доволен, то все остальное, пусть себя считают клоуном, идиотом, сволочью, кем угодно. Это все не репутация. Единственным источником репутации для них является Путин и больше никто. Поэтому их действия объяснимы. Это Путин и сам хотел бы сказать. Да, но он не может себе позволить все-таки в силу своего президентского положения. Собственно, как мы помним, когда Мария Захарова, спикер российского МИДа, выкладывала оскорбительные фотографии с президентом Сербии Александром Вучищем, Путину даже пришлось звонить Александру Вучищу извиняться. Но при этом сами фотографии из инстаграма Захарова не исчезли. Они там остались. Не говоря уже о том, что Захарова никак не пострадала. И даже выговора не вынесли. Что еще раз подчеркиваю, Путин так и хотел. Просто он сам не может этого сделать. Но у него всегда есть верные клевреты, которые сделают то, что босс хочет, даже без согласования с ним. Поскольку, естественно, всякий раз до босса не дозвонишься, чтобы узнать, что он хочет. То есть он находится в полной изоляции. Но путинская шестеренка современной сборки, она и так все знает, как надо делать. Заведомо. У него врожденное то самое чувство путинизма, о котором говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. Причем, если подвергать эту психоанализу, то, во-первых, у Медведева явный комплекс возраста. Потому что он постоянно рассуждает о возрасте других людей. То есть он явно впадает в эйджизм. Это комплекс возраста связан с тем, что он очень молодым человеком стал президентом Российской Федерации. А потом столь же молодым все потерял. И сейчас он ускоренно стареет как из-за отсутствия жизненного задания, то есть утраты собственной миссии. Так, естественно, и из-за известного всем сомнительного образа жизни. Поэтому собственное старение, оно бросает его на пути из жизни. Потому что я думал, что он формально еще не стар, сколько ему, его 60 еще нет. Но он чувствует себя гораздо старше, чем 70-80-летние западные политики и люди вообще. Поэтому это рождает в нем глубочайшее внутреннее противоречие, прорывающееся наружу. Вот у него бабка Берберг, этой бабке Берберг 40 лет. И она не выглядит как бабка. Совсем она, на мой взгляд, в хорошей, прекрасной физической форме. Но Медведев должен обязательно... Малограмотная бабка Берберг. Можешь подумать, что есть комплекс образования, которого у Медведева, конечно, нет. Оно чисто формальное, никак самообразованием на протяжении своей жизни он не занимался. Но особое это постоянное упоминание свиней, которые кочуют из одного поста Медведева в другой. И это случай более сложный, поскольку у меня недостаточной информации, чтобы понять, а что так сильно связывает Медведева со свиньями. Почему он постоянно апеллирует к этому животному? Вряд ли по библейским мотивам. Скорее все-таки, я думаю, что когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев посмотрел продукты англо-саксонского кинематографа, в частности, сериал «Черное зеркало». И он созерцал вот эту сцену совокупления со свиньей для незадачливого политика. Как символ незадачливого политика. И поскольку он тот самый незадачливый политик и есть, который символически совокупился со свиньей в тот день, когда Путин убрал его из президентов 24 сентября 2011 года, то, видимо, ему этот образ особенно близок. Ну, я с тобой согласна. Такие ребусы разгадывать любил Фрейд. Он всегда рассказывал, какой символ означает. Но, скорее всего, что да. Тут у него такая фиксация какая-то нездоровая. Последние недели очень много интервью после Нового года дал господин Данилов, глава разведки украинской, и Владимир Зеленский. В частности, Данилов говорит, что Украина сейчас находится на предпоследнем этапе войны. И по его словам, вот первым этапом была партизанская оборонительная наступательная война, как мы помним, сейчас война идет, сейчас готовится к контрнаступлению, и нас ждет война справедливости и возмездия. Данилов говорит о том, что в марте-апреле украинская армия может оказаться в Крыму. Ну, я не готов это оценивать, потому что я думаю, что даже военные эксперты с самого высокого уровня сегодня не взялись бы прогнозировать эту перспективу с высокой точностью. Достаточно очевидно, что ближайшее наступление вооруженных сил Украины должно быть на Бердянском или ТОПе. Россия должна сделать все с точки зрения своих интересов, чтобы отложить этот момент. Именно поэтому, собственно, и нагнетаются версии о новом наступлении на Киев с территории Белоруссии и наступлении на Одессу. Также не прекращаются утечки и появление слухов о том, что в феврале будет новая волна мобилизации в России, а в марте вот те самые наступления. При этом формально объявлять новую волну мобилизации совершенно не нужно, поскольку неотменен и первый указ Владимира Путина частичной мобилизации. Мобилизация явочным порядком и тихой сапой проводится и сегодня. К тому же Дмитрий Непригожин выпускал зэков из тюрьмы, пускал зэков на свободу, предъявив им указы о помиловании, показав тем самым, что, оказывается, на этой невойне можно выжить, и тем самым он мотивировал и стимулировал еще тысячи. Тысячи зэков записывался в Ильичево-Каварна. Правда, он умолчал о том, что выживших гораздо меньше, чем погибших. Ну, на то он, собственно, и пиар. Но вместе с тем, несмотря на явный элемент блефа, который присутствует в российских слухах о новейшей мобилизации и наступлении, в этом есть и доля правды. Потому что если Путину не удастся добиться перемирия, ему все более очевидно, что не удастся ему это сделать, то, значит, он тогда должен все-таки совершать какой-то новый решающий удар предпринять. В том числе и наступление с территории Белоруссии с применением неконвенциональных вооружений, что, так сказать, вероятность чего не равна нулю, а для этого ему нужна дополнительная живая сила. Поэтому независимо от того, будет ли он формально объявлять какие-то новые мобилизационные мероприятия или ограничиться старым указом, или использует военнослужащих срочной службы, которая отправится служить в рамках весеннего призыва нынешнего года, концентрация, дополнительный войск может случиться. Точно так же, как, ну, и возвращаясь к началу этого высказывания, вполне логично выглядит масштабное наступление вооруженных сил Украины в районе Бердянска-Мелитополя для рассечения сухопутного коридора на Крым. Сейчас стратегическая инициатива в войне принадлежит Украине, безусловно. Но Украина пока не особенно активно ее использует, видимо, ожидая более благоприятных времен и обстоятельств для наступления, а также прояснения планов противоположной стороны, поскольку здесь многое зависит от Соединенных Штатов и их разведывательной информации в политической позиции, а Соединенные Штаты все же считают, что применение тактического ядерного оружия или химического оружия России весьма вероятно, и поэтому не нужно ставить Путина в положение, когда это станет неизбежным. И с этой позиции приходится считаться. Ну, я думаю, что это связано с погодными условиями, некоторая, да, некоторая приостановка, и плюс сейчас же активно поступает новое вооружение. Танки новые, БМП и так далее. Я думаю, что именно это вот такая небольшая тактическая... Я согласен, конечно, потому что для того, чтобы эффективно наступать, нужны новые волны не мобилизации, а именно западных вооружений, а для того, чтобы они пришли, требуется недели и даже месяцы. А ты вспомнил про Пригожина? Тут я почему-то... А поскольку мы говорили о Медведеве, я вдруг обнаружила, что Медведев так и не ответил Пригожину на его наезд, несмотря на то, что он сейчас демонстрирует, что он такой особый матч и прочее. Помнишь, когда он говорил, что у Медведева эротические фантазии, может он засунуть их себе куда-то в одно место? Медведев промолчал на это, ничего не отреагировал. Зато Пригожин на этой неделе много говорил об Ахмуте и говорил о том, что он считает, что кроме военных целей там есть, и, как он сказал, речь идет о бабках, и о том, что они хотят взять под контроль соляные шахты, которые там есть. Так вот, насколько... По-моему, телеграм-канал Белковский тоже писал об этом. Что ты об этом знаешь? О, так сказать, Бахмуте и о Пригожине. И о целях и задачах там. Ну вот, касается Иоанна Анатольевича Медведева, промолчавшего в ответ на инвективы господина Пригожина, то известно, что собак, который громче всех лаятника, не кусается. Естественно, что смелость свою Медведев проявляет только в телеграм-канале, и на прямое столкновение с человеком, который сейчас набрал исключительно большое влияние на Владимира Путина, и политика военной системы России вообще, он нападать не будет. Он сделал вид, что ничего не произошло. А что касается соли и гипса, соответствующих шахт и производств, то я не скажу, чтобы сам Пригожин об этом говорил. Об этом сообщил рейтер со ссылкой на Белый дом. Я думаю, что эта информация верна, потому что, в принципе, чувака Вакнер, как и следовало ожидать, превращается в огромную бизнес-группу. Пока этот процесс находится на стартовом этапе, но это будет так и есть. Это происходит уже и в Африке, где Пригожин контролирует большие бизнесы. И за счет доходов этих бизнесов во многом финансируется и нелегальная военная деятельность, как в самой Африке, так и, уверенно, на украинских фронтах. Но еще весной были сообщения о том, что незаконно добываемое, нелегально добываемое в Южном Судане и золото пополняет золото валютной визерой Банка России. Я не нашел в этом достаточного количества доказательств, но источники были весьма солидные и полностью об этом от них не исключал. Кроме того, поскольку ЧВК Вакнер фактически есть некое подобие корпуса стражей исламской революции в Иране, то есть это некий корпус стражей Путина, корпус стражей исламской революции в современном превратился в гигантскую бизнес-корпорацию, которая сама себя обеспечивает и дает процветание своим лидерам, то по этой же модели будет действовать и Вакнер, не исключено, что он будет отнимать и в России крупные объекты собственности, крупные куски, которые принадлежат не вполне лояльным Кремлю на сегодняшний день бизнесменам, тем, которые пытаются в европейских судах доказать, что они к Путину не имеют никакого отношения, а спецоперацию Z превентивно осуждали, они лицемерят, конечно, но эта их позиция дает основания в том, что и в России с ними частично разобраться, поскольку в рамках все тех же проклятий Дмитрия Анатольевича Медведева двухнедельной давности о том, что если кто не поддерживает СВОЗ, то он не должен иметь в России ничего общего, не зарабатывать в России деньги и никогда-никогда в Россию не вернуться. Кстати, поэтому я не исключаю, что Кремль возьмет на вооружение опыт Александра Григорьевича Лукашенко, который, наверное, на этой неделе подписал закон, согласно которому осужденные за экстремизм белорусы, находящиеся вне предела белорусской территории, лишаются белорусского гражданства. Это не исключено, что это ближайшие перспективы Российской Федерации тоже. Но поэтому, да, вообще это война большой бизнес, и на всякой войне всегда есть определенное количество людей, которые делают себе состояние. Кроме того, вообще любой большой кризис есть огромный источник доходов для правящего класса, часть которого, конечно, падает жертва этих процессов, но часть обогащается дополнительно. Так было именно ковида-19, так, условно, происходит сейчас, когда на смену всаднику чуме прискакал всадник война. Опять же, подчеркивающий смену эпох. Вот. И, да, собственно, как Пригожин в Африке осваивает ресурсы, которые достаются в результате своего части боевых действий, так он будет действовать и в Украине. Ведь еще, опять же, весной Путин, определенная часть путинского окружения пыталась доказать, что вообще вся спецоперация Z это громадный бизнес-проект, потому что в результате нее Россия получит контроль над природными ресурсами и совокупными стоимостью 12,5 триллионов долгов. Это, естественно, полная ерунда, поскольку эти ресурсы оценить нельзя, главное, их нельзя будет легально разрабатывать в современном мире. Но, поскольку Путин остается по своему психотипу все равно бизнесменом, что бы ни происходило, мы говорили с тобой, что и, так сказать, для него неубиенным является рассуждение о том, что США поддерживают Украину, потому что они хотят заменить российский трубопроводный газ на европейском рынке своим сжиженным газом. То, что происходит в силу действий самого Путина, но почему-то хозяин Кемля никак не догадывается. А вовсе не, не... То есть, может быть, США так и хотели, но без него и без его действия этого бы никогда не случилось. Во всем случае, в том объеме, в котором он происходит сейчас. То, естественно, сказать, что там веревочка, давай веревочку, как говорилось у Гоголя, или по принципу известного анекдота про Рабиновича, который стал королем, по ночам я бы еще немножко сшил. Без этого никак. 40 тысяч исключенных воюют в ЧВК «Вагнер». И тот же Пригожин подчеркивает, что в Бахмуте только, как он говорит, если вы будете говорить о Бахмуте, то знайте, там воюют только наши люди, и только они там добиваются успеха. Он подчеркивает, что никакой регулярной российской армии там нет, и успех в Бахмуте не имеет никакого отношения. Ну и через 6 месяцев, как он говорит, каждого будут отпускать всех приговоренных по жизненному заключению или еще к какому-то. Если они сумеют остаться живыми и не станут могилизованными, то они будут отпущены с Богом и помилованы. Такой сегодня корпус в распоряжении 40 тысяч это очень большая цифра. Общая численность ЧВК «Вагнер» около 60 тысяч. Наиболее достоверным оценкам, то есть достаточно много, это явно не предел. Кроме того, эта модель оказалась заразительной еще для многих околопутинских игроков. И сейчас создают свои новые ЧВК при Министерстве обороны. И, возможно, новая крупная ЧВК будет создана с ориентацией на нынешнего тульского губернатора Алексея Дюмина. Это одно из доверенных лиц Владимира Путина, бывшего охранника, который командовал силами специальных операций в России во время аннексии Крыма в 2014 году. Он и генерал, и герой России, и все что угодно. И он давно уже рассматривался как кандидат на пост министра обороны, директора ФСБ, и даже преемника Владимира Путина. И вообще ЧВК вскоре образует какую-то параллельную абсолютно военную военную военизированную структуру в России, поскольку регулярных войск явно недостаточно, чтобы похоронить этот гигантский периметр, в том числе на Востоке, а также и на северо-западе с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, то силовой ресурс в России все более станет сетевым, что полностью отвечает духу эпохи, но полностью противоречит идеологии путинского государства как гипер- и сверхцентрализованной иерархической структуры. Поэтому что еще раз несет путинизму так или иначе гибель, даже если кто-то об этом не догадывается. Евгений Жепригожин, он по-прежнему успешно достаточно окапывается в нише публичного политика. Теперь он предваритель российских зэков, это большая социальная страта, и он фактически дает им надежду на то, что можно отмазаться от этой судьбы и стать как он сам, как он сам абсолютно, как человек, который 9 лет отсидел, стал одной из ключевых фигур современной России, так и любой зэк может начать жизнь с нуля, а это для российского заключенного нетривиальная вещь, потому что многие из них возвращаются в тюрьму просто потому, что в свободной номинально российской жизни они не могут себя найти никак на свободе, на боли. И так или иначе снова линия судьбы ведет их обратно вместо лишения этой свободы. Хотя местом лишения свободы сегодня является вся Россия по принципу старого анекдота еще конца 80-х годов 20-го века, как некий иностранец въезжает в Советский Союз на роскошном Мерседесе и тут же после пересечения границы проваливается в яму со своим Мерседесом. Подбегает Горишникова, он говорит, а что, нельзя было яму как-то обнести красными флажками? На что Горишникова отвечает, а ты когда границу пересекал красный флаг, видел? Вот так? Поэтому практически конечная проволока она проходит по границе России. К счастью еще достаточно дырявая, чтобы люди могли бежать и ее пересекать. И хотя, опять же, слухи о массовой релокации россиян не имеет ни экономических, ни психологических возможностей покинуть страну. Поэтому для того, чтобы провести новые волны мобилизации, закрывать границы не нужно. Это просто функционально. В этом нет никакой необходимости. Да, какая-то активная часть населения вновь побежит. Я думаю, что когда украинские официальные лица об этом говорят, они пытаются спровоцировать этот процесс, подстегнуть его. Но сотни тысяч людей, которые все равно попадут на фронт, останутся. Они не будут бежать. Ни в каких обстоятельствах. У них нет таких вариантов. В принципе. Еще одна интересная новость Роман Абрамович перед началом войны. Извини, я закончил по Пригожно. И как лидер зэков это очень мощная политическая ипостасть. Пригожин все прекрасно понимает. Тем более, очень грамотно ведет свою линию. Гнет, очень точно формулирует все. То есть, что, так сказать, он для миллионов людей становится, как он сам обещал полгода назад в одной из колоний, чуть ли не Господом Богом. И это еще раз отражает не только уровень политических притязаний господина Пригожина, но и его способность к воплощению этих притязаний. Роман Абрамович, как выяснилось, перед началом войны передал свои активы детям, чтобы избежать заморозки активов, которые коснулись еще многих российских олигархов. Что говорит о том, что он знал, как будут развиваться события? Да, конечно, как в известном фильме Бруно, Саша Барона Корина был слоган «Первый после Гитлера», так сказать так, фильм про Абрамовича мог бы иметь слоган «Первый после Ленина», потому что он тоже лучший друг детей. Правда, своих собственных, это же другой вопрос. Ленин тоже был очень условно относительный. И все-таки семеро. Знаешь, надо о них заботиться. Да, один с сошкой, семеро с ложкой. Это же может быть слоган фильма «Семья Абрамовича». Да, он, как сообщает нам Guardian, 4 февраля, то есть за три недели до начала спецоперации «Зет», он начал перевод активов и уже все знает. Это еще раз подчеркивает, что он-таки имеет доступ к информации от Владимира Путина. Видимо, воспринимается Владимиром Путиным как некий последний деликатный канал коммуникации с определенными кругами на Западе. В этом особое историческое значение Романа Абрамовича стоит. Но я не исключаю, что, кстати, он попытается, как мы с тобой говорили, отмыть деньги через Украину, так сказать, через программу ее восстановления. И надо сказать, что благодаря усилиям офиса президента Зеленского, лично президента Зеленского, Абрамович до сих пор не попал под санкции США и самой Украины. Что вызывает тоже определенные вопросы. Но посмотрим, какие будут на них даны ответы в обозримой перспективе. Так или иначе, российских олигархов мне не жалко. Они слишком много знали или могли знать. И если бы они действительно были против этой операции ЗЭТ, как сейчас не задним числом говорят, у них было время, чтобы что-то предпринять. Ясно, что остановить это было невозможно, поскольку эта война лично Путина продиктована его саморазрушительной программой. Но и верить этим кокодиловым слезам людей, которые сначала ограбили собственную страну, а теперь пытаются отмазаться на Западе и сказать, что они не имеют никакого отношения к вскормившему их авторитаризму, это не совсем правильно то, что я сказал. Это они вскормили этот авторитаризм. Это путинизм, он был защитить их от ярости народной, как было сказано в сборнике вехи начала 20 века. Вот они накачивали и накачивали этот путинизм. Он был для них хорош, хорош, хорош. И, наконец, 24 февраля он стал для них плохо, плохо, плохо. Они кинулись доказывать, что они к этому никакого отношения не имеют. Доказываться они могут это сколько угодно. И, может, даже отчасти им это удастся, с учетом того, что у них из них есть европейские паспорта, как у Апрамовича, который гражданин Португалии. Ну, совершенно очевидно, что он не является никаким потомком Сефардов. Скандал вокруг того, что ему дали португальский паспорт, как-то тихо рассосался. Больше скандала нет. Так как беспреданница Островского говорил Кноров, есть пределы содержания, есть уровень содержания, из-за предела которого общественная критика не выходит. То есть, когда очень много занес, то все. Западная демократия прекращает свои действия. Поэтому будем забавно наблюдать, как все это будет происходить и дальше с российскими олигархами, которые в итоге, судя по всему, многие из которых окажутся теми самыми хорошими русскими, хотя они-то и есть неотъемлемая часть путинского режима, его создатели, творцы и те, кто и позволил Путину состояться и стать тем, кем он стал. Ну, знаешь, Тас, я тебе скажу, что я особых крокодиловых слез как-то не видела и не слышала. Может, я что-то пропустила? По-моему, внятно только высказался Тиньков и, может быть, кто-то еще один, не знаю. Но никто из российских олигархов не сказал, что он осуждает Путина, что он считает его военным преступником, что он считает войну-войну и так далее. То есть, Тихо Фридман предложил Тихо Миллиард на, так сказать, поддержку и помощь, но он не сказал громко, что он осуждает. Ну, конечно, они не могут так громко сказать, поскольку они боятся Путина по-прежнему и Пригожина с кувалдой. Я не прекрасно понимаю, что Пригожин в самом широком смысле этого слова, не обязательно лично Пригожин. Я понимаю. Такого типа, как Пригожин, а в данном случае это и конкретный Пригожин тоже, он, естественно, воспользуется этим, чтобы отобрать какую-то их собственность на территорию России, а если что, и послать к ним соответствующих бойцов, которых не жалко. Они все прекрасно понимают, но в европейских судах они доказывают, что они ни при чем, и что санкции с них нужно снять, что они добропорядочные европейцы. Ну, и процессы церковные на Украине. В Киеве-Печерской лавре прошло богослужение под руководством митрополита и главы перешла в руки к Украине. Ну, лавра никогда не покидала руку к Украине, она вся была не сута. Да, но там же был там же был московский приход, и сегодня, вернее, вчера, как говорят, Павел, которого называют Пашу Мерседес, приходил к лавре, но его вроде бы как не пустили. Украинская православная церковь вышла из дикции московского патриархата еще весной, поэтому все это я считаю глубоко несправедливым, а митрополита Ипифания, который не главар, а предстоятель в принципе православной церкви. Я бы хотел напомнить, что не приносит счастья любая связь церкви с государством, любая попытка утвердить церковное достоинство с помощью государственного административного ресурса. В общем, я думаю, он понимает это не хуже меня, и, так сказать, дальше каждый из нас проживет со своим пониманием этой ситуации. Ну, я только спрашиваю, приносит ли счастье церкви, скажем, чрезмерная связь с деньгами. Когда Павла называют Павел Мерседес, это означает, что слухи о его, так сказать, о его материальном состоянии уже легендарны. Но откуда у служителей церкви такие, скажем, такие деньги, скажем, прямо? В карьерной биографии этого митрополита Павла и Лебедя о нем говорили много разного. Но это, в данном случае, не является предметом обсуждения. Богатых церковников довольно много. А поскольку ясно, что... А это проблема? Конечно, конечно. Церковные структуры были, остаются весьма коррумпированными. Это относится к самым разным церковным структурам. Это так или иначе ведет иерархические структуры, иерархические религиозные структуры к уходу с мировой авансцены. Что абсолютно отвечает дух эпохи. И вот мы говорим, государство здесь не помощник церкви, оно враг. Только та религиозная структура может состояться, которая полностью независима от государства и от денег, создает пространство полной духовной свободы для себя и для членов своих общин. Поэтому пусть митрополит Лебедь остается кем угодно. Я говорю, что все равно то, что случилось, оценивается именно так, как я сказал. А какие события на этой неделе привлекли двое внимание? Самое главное событие это интервью американо-канадского астролога Чанни Николас Уолл-Стрит Джорнел, одному из самых влиятельных мировых изданий. Чанни Николас это дама канадского происхождения из Британской Колумбии, которая живет сейчас в Лос-Анджелесе и считается ведущим американским астрологом, который ясно объяснил нам, что, так сказать, вот именно смена большого просвещения на эпоху возвращения случится в этом 2023 году. потому что Плутон, планета трансформации приходит в знак Водолея, она сейчас в Аэро-Водолее случится в марте, и это предыдущее событие такого, вот этот приход Плутона в Водолей было как раз в 1789 году, год Великой Французской революции, который мы считаем условно временем начала большого просвещения, поэтому это еще раз подтвердило наше соображение по поводу смены эпох, тут уже, так сказать, и это транслирует Wall Street Journal, который тем самым еще раз подтвердил, что астрологический анализ на сегодняшний день ничуть не менее где-то и более востребован, чем политологический, социологический или какой-то еще. Кстати, хочу тебе напомнить еще здесь в догонку, что как раз перед Новым годом мы говорили о новом всплеске интереса к марксизму неизбежно в этом году, и он начался прямо в Новый год. 2 января журнал «Шпигель» вышел с обложкой про то, что Маркс был в значительной степени прав, так что мы, так сказать, можем с чувством глубокого или неглубокого удовлетворения это констатировать. Некоторые работы Маркса, даже многие бы сказали, актуальны по сей день. Капитал является одним из таких разборов, что такое капитализм, одним из самых научных, собственно говоря. Это вообще кризис современного капитализма, для того, чтобы понять кризис современного капитализма, можем смело апеллировать к Марксу и то, о чем мы с тобой говорили перед Новым годом, что человечество движется в направлении осмысления реализации тезиса от каждого по способностям, к каждому по потребностям. Здесь и искусственный интеллект, который избавит человека от времени обязательного труда и новейшая философия потребления, требующая ограничения человеческих потребностей, причем абсолютно добровольно. Все к этому делу идет, и марксизм не победит, но он займет свое достойное место не только на книжной полке антикварных и киевистических магазинов. Поскольку многие наши зрители считают разговор с астрологами, с нумерологами абсолютно ненаучными, желтыми и неправильными, не интеллектуальными, то все-таки я не могу тебя не спросить, как ты к этому относишься. И когда ты говоришь о новой эпохе, о новой эре, что ты имеешь в виду на практике? Какой она будет? Это же интересно. На практике я имею в виду то жество совершенно новых ценностей, о которых мы не раз говорили. Это переход от иерархических структур к сетевым, которые в случае требуют индивидуации, то есть осмысление реализации жизненного задания каждого человека. Это и преодоление снятия, диалектическое снятие противоречия между разными формами познания мира. В первую очередь, религиозным и научным, а также между разными науками. И появление совершенно новых систем образования, в которых уже не будет таких жестких структур в виде вузов, факультетов и так далее, где каждый человек будет социообразен своему жизненному заданию обучаться всему, и специальностью человека станет сам человек. Мы с тобой в этом говорили. Как в старой позднесоветской шутке «Кто по профессии лучше, что лучше?» А лучше и по профессии. Вот фактически «Кто по профессии, по профессии я, это я сам». Там, там, Лащенко или Белковский. И это все изложено в моем трактате «Эпоха возвращения», который написан еще в апреле 2021 года. Я его ни разу не публиковал полностью, и, может быть, на днях или даже сегодня я это и сделаю для того, чтобы одним махом снять ответ на этот вопрос. Потому что рассуждать об этом можно долго, а время нашей программы ограничено, но не ограничено время пребывания нашей программы в эфире, она вечно. Поэтому, так сказать, мы еще успеем один раз об этом поговорить. Ну и самое время финального стихотворения. Ну, поскольку сейчас нынче Рождество, с которым мы вновь всех поздравляем, то возвращаемся к нашему прародителю, можно сказать, Александру Михайловичу Кабанову. Вот, и поскольку мы начинали с того, что самое главное это любовь, которая побеждает ненависть и смерть, то стихотворение Александра Михайловича Кабанова сегодня, конечно же, о любви. Хотя и в той трагической интонации, которая для этих времен неизбежна. Среда моей зимы Ты среди зимно море Без света и тепла Без мачты и ветрил Когда взрывной волной Разрушено подворье Не верится тебе? А я же говорил О том, что быть в войне Когда ни сном, ни духом Не ведая стыда В начале всех начал Мы жили на земле Храня за правым ухом Из ангела перо Как долго я молчал О том, что изучил Любовь наполовину И верю в страшный суд И ненавижу власть О том, что я молюсь Твою целую спину Ты рукопись моя Моя вторая часть И мы с тобой одни Среди стихотворений Из снега и земли Из темноты и льда Среди большой зимы Войны и точек зрения Как музыка и смерть Для страшного суда Александр Кабанов Прекрасно Только вчера вечером Хочу сказать нашим зрителям Мы разговаривали с Сашей Кабановым И он говорит о том Что он не пропускает Ни одной программы Набила Он очень преданный зритель Ну что, всех еще раз С Рождеством Не забудьте подписаться На телеграм-канал Белковский И на ютуб-канал Власть vs. Влащенко Еще раз с Рождеством Дорогой Стас Увидимся Всем привет Всем привет До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова